Братских народов союз вековат! В этом году молодежный форум Алтай территория развития проходит уже в 16-й раз. Организаторы посвятили его работающей молодежи. Возможности карьерного роста нового поколения обсудили во время круглого стола с участием Виктора Томенко и представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Вот две задачи перед форумом. Первая – образовательная часть, вторая – это возможность молодежи, ребятам продвинуть свои какие-то идеи, продвинуть свои проекты. Росмолодежи представлены здесь грантовая программа, которую смогут между собой посоревноваться и разыграть участники нашего форума на общую сумму 12 миллионов рублей. В этом году на АТР подготовили множество интерактивных площадок. Часть была посвящена спорту. Например, прямо здесь можно сдать ГТО или побороться. Технари могли повзаимодействовать с роботами и полетать на дронах. Еще одну часть тематических площадок посвятили творчеству. Здесь же рассказывают, как хобби сделать работой. Нужно стараться доходить до конца. Это вот лично у меня в аэрографии, потому что именно деятельность, она сложная, творческая. Иногда можно остановиться практически на финише, не выйти на крупные проекты или не дойти до заработка, развернуться и уйти в другое. А на самом деле осталось чуть-чуть додавить, дожать. Обучают не только серьезно, но и в игровой форме. Например, здесь можно пострелять из лазерного оружия, стилизованного под боевое. Многие люди, которые первый раз берут оружие и не знают, как прицеливаться, как одержать оружие, мы им уже этот навык даем. Я гляжу, имитация города тоже своеобразная есть, да? Да, да. То есть это вот стрелковные конструкции, которые позволяют отработать стрельбу с различных положений, лежа, стоя с коленом. Госструктурные площадки в целом смотрелись интересно. Особенно криминалисты с огромным арсеналом инструментов для поиска улик. Например, с помощью этих двух предметов и ноутбука можно выполнить рентген прямо на месте. Данное приспособление, напоминающее малярный валик с шипами, вообще нужно для поиска металлических предметов в поле. Обработка поверхности происходит двухстадийная. Вначале мы обрабатываем металлоподъемником, потом мы работаем металлоискателем. То, что, возможно, не магнитный материал, да, и мы его пропустили металлический какой-либо, мы, соответственно, используем металлоискатель. В общей сложности АТР собрал свыше полутысячи участников. В их число вошла молодежь из восьми стран и шестидесяти регионов России. За 16 лет форум стал настолько популярен, что в этот раз на каждое место было примерно 9-10 желающих. Алексей Фризин, День с толком.